Ну а я хочу показать вам самый романтичный осколок Челябинского метеорита. Почему романтичный? Да потому что он в форме сердечка. Владелица этого космического сокровища моя коллега Дарина Яранцева. Она родом из Челябинска и сейчас она знает все о метеоритах. Ей слово. Когда-то это была простая водонапорная башня. Ее хотели снести, но передумали и превратили в обсерваторию. Ее сотрудник Виталий Угрининов приезжает сюда по вечерам. Путь к звездам лежит через весь город. Если погода хорошая, то я в предвкушении хорошей звездной ночи. Он не был здесь месяц. За это время крышу завалило снегом. Кажется, сегодня астроному не светит заглянуть в космос. Но в последний момент звезды все-таки сошлись. Да, 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 крыша поехала. В объективе телескопа просто космос. Из планеты, спутники, туманности. Трудно поверить, но только в нашей Солнечной системе прямо сейчас летают тысячи астероидов. Правда, разглядеть их в телескоп почти невозможно. Размеры по космическим меркам слишком маленькие, а скорости, наоборот, большие. Они так быстро летят, что вы просто не успеете на него навести телескоп. Хотя Челябинский метеорит летел всего их 30 секунд. Это своеобразный рекорд. В телескоп можно увидеть только астероиды, причем достаточно крупные. Когда они находятся или близко к Земле, или находятся в противостоянии с Солнцем. Тогда они ярче. Чебаркульский метеорит телескопы проглядели. Зато Челябинск назвали самым везучим городом планеты. Он уцелел после взрыва, мощность которого равна удару 20 атомных бомб. Но в основном астероиды вполне безобидны. Угрозы представляют только те, диаметр которых больше 10 метров. Кстати, гости из космоса наведываются на Землю куда чаще, чем мы думаем. Маленькие, небольшие метеориты, которые сгорают в атмосфере очень много. Несколько тонн метеорного пыли выпадает на Землю ежесуточно. Виталий заметил, что именно в феврале метеориты тянут к Земле с космической силой. Вот, к примеру, две недели назад астероид пожаловал на Кубу. Правда, там засняли только след от каменного пришельца. А этот метеорит приземлился 9 февраля в Венесуэле. Кстати, в Тюменскую область тоже прилетал гость из космоса. Ровно 10 лет назад над эшимом взорвалась комета. Сам Виталий любовался инопланетными камнями только на выставке в Москве. Он мечтает своими глазами увидеть летящий метеор. Впрочем, звезд с неба не хватает. С надеждой смотрит в телескоп и ждет новых вестей из космоса. Все-таки февраль еще не закончился.